Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, друзья! На библейском портале экзегет продолжаем читать книгу пророка Исаии. Ишаая, 24 глава. Начинается отдельный особый раздел, который в современной экзегетике выделяется в так называемый термин научный апокалипсис Исаии. Это 24, 25, 26 и 27 главы. Если с 13 по 23 главы речь шла о народах, о каждом конкретном народе, окружающем Израиль, то теперь речь идет о судьбе всего человечества в целом, о всей земле. То есть эти главы содержат весть и рассказывают эти главы о, описывают последний Божий суд. И вот поэтическое описание этого Божественного Божьего суда содержится в этих главах. Оно перемежается плачевными или торжественными, благодарственными стихами. И вот эти главы, они входят в ту группу текстов священного писания, которую принято называть апокалипсисами. В межзаветную эпоху апокалипсисов появилось много иудейских апокалипсисов, но сам этот жанр, жанр апокалипсиса, он и в канонических текстах, и появляется именно в канонических текстах. Вот эти главы Исаии, 24 по 27, потом, конечно, следует вспомнить книгу пророка Даниила, вторую часть книги Захарии, с 9 по 14 главы Захарии, ну и целый ряд других текстов, в том числе апокалипфических, например, книга Еноха, это тоже классический апокалипсис. Ну и другие апокалипсисы межзаветного периода, апокалипсис Варуха и так далее. Потом апокалиптика, апокалиптический жанр переходит в Новый Завет, он там тоже присутствует. Есть целая книга, которая так и называется «Апокалипсис», и есть отдельные главы в Евангелиях, которые носят тоже апокалиптическое содержание. Чем апокалипсис отличается от классического пророчества? Есть характерные черты этого жанра, здесь присутствуют обязательно ангелы в этом жанре. Здесь мы тоже встретим намек на это у Исаии. Они объясняют суть будущих событий, божественного суда, эскатологических битв. И показывается пророку, то есть он уже не просто получает пророчество, пророк видит какое-то видение, но нужен какой-то проводник, посредник. Этим посредником является ангел, который ему показывает, объясняет, что должно произойти. Ну и целый ряд других черт видения, прежде всего, здесь, а не слова. Ведь пророк прорекает, а провидец видит. Вот здесь пророк становится скорее провидцем. Он или роэ, или хозэ, а не нави. Вот когда началась послепленная эпоха, народ израильский вернулся из плена, то тогда зарождается вот этот жанр. После пленного пророка Захарии в таком позднем тексте, как Даниил, ну и вот некоторых главах классических пророков, тоже Езекииль и вот Исаия. Многие экзегеты именно поэтому относят 24 главу и следующие за ней главы, до 27 включительно, считают позднейшей вставкой и считают, что это не раньше 5 века эти главы появились. И позднее, при позднем уже достаточно редактировании, они были вставлены и почему-то были вставлены в первый раздел Исаии, в первую часть. Так это или не так, доказать с точностью или опровергнуть невозможно. Все эти предположения носят чисто гипотетический характер. Нельзя, нет, у нас основания отрицать, что эти главы могли появиться и в 8 веке. И говорить о близких пророку событиях, или говорить об отдаленной эсхатологической перспективе. Может быть, пророк считал, что произойдет совсем скоро их исполнение и закончится человеческая история, будет божественный глобальный суд и будет новый мир, о котором Исаия пишет уже во второй главе своей книги, параллельное место у Михея. В общем-то, нельзя сказать, что в первой части Исаии, то есть первые 39 глав, там совсем уж нет, помимо вот этих глав, так называемого апокалипсиса Исаии, совсем уж нет апокалиптического содержания. Оно есть. И вторая глава, начало второй главы Исаии, яркий этому пример. Кто забыл уже о содержании второй главы Исаии, отправляю всех пересмотреть запись, наш комментарий, посвященный второй главе. Ну вот, теперь начнем читать сам текст. 24 глава. «Вот Господь опустошает землю». «Господь опустошает землю». Так начинается апокалипсис Исаии. Здесь земля с артиклем «Га-Арец», но не всегда этот артикль говорит о том, что речь идет о конкретной земле, о земле Израиля. Даже если этот артикль порой присутствует, может это слово «Арец», «Эрец», «Га-Арец» означать всю землю вообще, всю обитаемую людьми сушу. Ну, например, пророка Сафонии, пророк, яркое эсхатологическое содержание у пророка Цфонии, его книга, вот, там тоже «Эрец» с артиклем «Га-Арец». Поэтому речь, скорее всего, идет об опустошении не земли Израиля, судя по контексту, по дальнейшему содержанию 24 главы, об опустошении всей земли и делает ее бесплодную землю, изменяет вид ее и рассеивает живущих на ней. Вот Господь рассевает, рассеивает живущих на ней. Куда Он их рассеивает? Ну, видимо, чтобы они разбежались, побежали от этой эсхатологической битвы. «И что будет с народом, то и со священником, что со слугою, то и с господином его, что со служанкой, то и с госпожой ее, что с покупающим, то и с продающим, что с заемщиком, то и с заимодавцем, что с ростовщиком, то и с дающим в рост. Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие». Слово Господне, оно не может не совершиться. Оно совершится обязательно, говорит пророк, и это все сбудется, потому что это слово Господне, слово Господа, а не человека. Господь, Бог Израиля, Он же Бог и всех других народов, и вообще Владыка мира. Здесь говорится о глобальном наказании всей земли, глобальном поражении всех. И слуги, и господина, и народа, и священника, всех. Кстати, священниками, священниками Коганим называются не только священники Иерусалимского храма, здесь вот тоже термин Коген, но называются и языческие жрецы. Термин Комер, применение к языческому жрецу, достаточно редкий, но чаще всего и языческие жрецы, они тоже называются священниками в Танахе, в Еврейской Библии. Сетует уныла земля, поникла уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли. Они сетуют, они в трауре эти земли. Вспомним пророка Амоса. Там тоже говорится о том, что богатые, покрытые зеленью, тучные холмы, пастбища, они тоже будут сетовать, облекутся в траурные одежды и будут унывать. Вот здесь вселенная, вся земля, поникли, унывают, сетуют, оплакивают, видимо, павших. Земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет. Что за берит, что за завет здесь имеется в виду, который нарушили жители земли? По всей видимости, речь идет не о завете с Авраамом, не о Моисеевом законе и завете, а о том древнем, который был установлен с Ноем и с его сыновьями. Есть завет, который заключен был со всем человечеством. И вот все мы, люди, населявшие, населяющие землю, должны хранить, свято хранить условия завета, который Господь заключил с Ноем, с нашим общим правоцем. Этот завет включает в себя семь заповедей, среди которых не убивай, не вкушай кровь животного, запрещаются также прелюбодеяния, запрещаются идолослужения, идолопоклонства. Вот семь заповедей можно вывести из тех слов, которые содержатся в девятой главе книги Бытия, где Господь заключает завет с Нохом, с Ноем, с нашим общим правоцем. По всей видимости, речь, судя по контексту, здесь идет именно о том вечном завете, вечном, подчеркивается, бритолам, который Господь заключил с Ноем, с праведным правоцем Ноем. Да, бритолам. Нарушили они Геферу этот завет. Зато проклятие поедает землю и несут наказание, живущее на ней. Зато сожжены обитатели земли и немного осталось людей. Эти строки заставляют нас задуматься о грядущей глобальной катастрофе, которая ждет человечество. Почему эта катастрофа неотвратима? Потому что мы все люди, китайцы, удмурты, русские, сирийцы, португальцы, мы все нарушили этот завет. Нарушили завет и не живем по этому завету. Совершаются войны, множество преступлений совершается, творится идолопоклонство по всей земле и изготавливается кровяная колбаса. Поэтому мы этот завет нарушили и глобальная катастрофа грядет и виноваты в ней мы. Господь ее попустит, нашлет на нас. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все веселившиеся сердцем. Вино, плод виноградной лозы, веселит сердце человека. Об этом сказано также в притчах Соломоновых. Трапеза, если на ней нет вина, это обычная будничная трапеза. Если на трапезе есть вино, это трапеза праздничная. Так и у нас, у христиан. Во время поста мы, строгого поста, мы вино не пьем, а вот когда поста нет, когда трапеза, тогда на нашем столе и елей, и вино, и мы веселимся. Вот это веселье прекратится по всей земле. Прекратилось веселье с тимпанами, умолк шум веселящихся, затихли звуки гусли. Музыка во время трапезы это тоже признак того, что трапеза, банкет, пир праздничный, а не простой. Не просто зашел перекусить куда-нибудь в Бюргер Кинг, а действительно это большая, праздничная, торжественная трапеза с вином и с звуками гусли. Уже не пьют вина с песнями, горька секера для пьющих ее. Ну, секера горька, но иногда она в праздник тоже допускается, позволяется. Значит, вывод какой из этих стихов? Не будет праздника, не будет вина, не будет секеры. Почему? Может, они и будут где-то там в подвалах, но их не будут доставать и откупоривать бутылки. Не будут, потому что нечего праздновать. Все разрушено, все погибло. Десятый стих. Разрушен опустевший город, все дома заперты, нельзя войти. Оставленный, покинутый город представляет собой довольно унылое зрелище. Кто бывал в Эфесе, захваченном турками, тот знает, как уныл этот вид опустевшего ненаселенного города. Только кошки бродят среди развалин, мыши, кошки, и только воронье кружит над падалью. Вот города будут оставлены людьми. В городе плачут о вине на улицах, помрачилась всякая радость, изгнано всякое веселье земли. Чего о вине плакать? Плакать надо о разрушении города. Но плачут о вине, потому что праздников не стало. Остались одни унылые будни. И даже, если и будет какая-то трапеза, она будет похоронной трапезой. В городе осталось запустение. И ворота развалились. Город не защищен, покинут людьми, разрушен. Вот этот образ часто наказание Господне проявляется в том, что города оставляются жителями. Их наполняют дикие животные, всякие прочие твари, типа ящериц и змей, всякие косматы там скачут, обезьяны, бесы и прочее. Вместо людей населяют эти города. Частый у пророков образ божественного наказания. Оставленные, шумные когда-то, веселые города. Так что и Москва, и Нью-Йорк тоже будут оставлены. По всей видимости, когда вот случится эта глобальная катастрофа, свершатся эти слова Исаии. Несомненно, они носят эсхатологический характер. И речь о катастрофе, грядущей на всю Вселенную. Они возвысят голос свой, восторжествуют величие Господа, громко будут восклицать с моря. Это о чем идет речь? О том, что посреди земли между народами, будет то же, что бывает при обивании маслин, при обивании винограда, когда кончена уборка. Резко уменьшится количество жителей на земле. Об этом тоже стоит помнить нам, современникам. Итак, 15 стих. Славьте Господа на востоке, на островах морских. Имя Господа, Бога Израилева. А чего же славить-то? За что? За то, что все погибло? Да. Потому что в этом проявилось правосудие и удивительным, парадоксальным образом и милосердие Божие тоже. Преступлением, нарушением завета будет положен конец. Грядет глобальная катастрофа. Но, к счастью, вспомним Ахматовскую строку, да, казалось, что после конца никогда ничего не бывает. Мартовская легия Анны Ахматовой. Так вот, и у пророков то же самое. Казалось бы, после конца никогда ничего не бывает. Вот тотальный, полный конец описывает Миха. Здесь Исаия тоже. Но после этого конца будет новый мир. Мир Божий, Царство Божие. Бесконечное, нескончаемое Царство мира, добра, счастья, справедливости, изобилия. Это все тоже есть у пророков. То есть, да, все закончится хэппи-эндом, конечно, но важно помнить о той глобальной катастрофе, которая грядет, и за что, по каким причинам она грядет. Из-за преступлений человека, нарушившего завет, заключенный еще с нашим правоцем Ноахом, Ноем, Ноев завет. Ноев завет нарушили все, не только евреи и русские, но и вьетнамцы и парагвайцы. От края земли мы слышим песнь «Слава праведному!» Оставшиеся в живых люди славят Бога. Он проявил, явил свою праведность, все уничтожив и разрушив, и всех убив. Остался только остаток. Спасенный остаток будет жить на новой земле и над ним будет, над этим остатком, новое небо. Последнее, что видит в своем видении Иоанн на острове Подмос, в книге Апокалипсис, мы об этом читаем в заключительных главах Библии, он видит не суд, не погибель и не разрушение, а видит после всего этого новое небо и новую землю. Вот этот новый грядущий мир, Божий мир, праведный и справедливый, он будет установлен Богом после того страшного суда, который Господь совершит. И поэтому мы вместе с ними от края земли слышим эту песнь слава премудрому. И сказал я, беда мне, беда мне, увы мне, злодеи злодействуют, и злодействуют, злодей злодейский. Пророк вновь обращается к своему времени. Он видит, что люди живут злодейски, и злодейски нарушается этот завет. И он говорит «Разили, разили, ойли, богдим богаду, увэгет богдим богаду». Повторяется многократно, пять раз повторяется этот корень. «Злодей злодействует, злодей злодействует, злодейский». К нашему времени мы, конечно, тоже можем применить эти слова «Живи, пророк, не в восьмом веке до Рождества Христова, а в наше время, наверное, мало что изменилось в его пророчествах, бы, и глядя на сегодняшнюю нашу окружающую действительность, он, наверное, тоже воскликнул бы «Ой ли, беда мне, злодей злодействует, злодейский». 17 стих, следующий, в нем содержится удивительное созвучие, которое в русском переводе никак не отражается, естественно. «Ужас и яма и петля для тебя, житель земли». Для каждого жителя земли наступает ужас и яма и петля. В еврейском тексте это «паход», «пахат» и «пах». Три термина, явно созвучные, не случайно, поэт, библейский поэт поставил эти три термина рядом. там «паход» это «страх», это «ужас», «яма» «пахат» и «петля пах». Петля, селок, то есть человек не избежит. И как охотник охотится за своей добычей, так Господь расставит для человека петлю, охотничью яму, и человек, каждый житель земли, 17 стих, здесь, в синодальном переводе «житель земли», значит, «йошеф Гаарец». Каждый мы добавляем по смыслу, понятно, что здесь единственное число, но слово «собирательное», то есть все «жители земли». Тогда побежавший от крика ужаса упадет в яму, и кто выйдет из ямы попадет в петлю. Интересно, напрашивается параллель с книгой Исаии, говорит, «напрасно вы ожидаете дня Господня, Он для вас свет, а не тьма. Встречи с Господом тоже напрасно ждете». Это все равно, как если бы кто-то встретил разъяренного льва на дороге, но все-таки, если бы он убежал от льва, что трудно себе представить, чтобы человек от льва убежал, то навстречу ему медведица или медведь, но если он и от медведя убежит, придет домой, обопрется на стену, и ядовитая змея ужалит его. То есть дня Господня, встречи, гибельные для человека, встречи с Богом, человеку не избежать. Вот здесь не образы диких зверей, очень опасных, а здесь образы охоты, образ охоты представлен, на зверя, чтобы зверя поймать, устраиваются ямы, ловушки, ставятся петли, вот эти самые ямы, ловушки и петли Бог поставит на человека, и каждый человек попадет в петлю. «День Господень неотвратим, встреча с Господом, нас, добычи, с охотником, она неотвратима, ибо окна с высоты растворятся, и основания земли потрясутся». День Господень неотвратим, его нельзя избежать, некуда будет укрыться. Земля сокрушается, земля распадается, земля сильно потрясена. Это будет сопровождаться, по всей видимости, День Господень, глобальная катастрофа, тотальное уничтожение всего живого будет сопровождаться еще и разными атмосферными явлениями, неживая природа сама тоже будет трястись, сокрушаться, словно от страха перед Богом, землетрясение, завержение вулканов и все остальное часто именно сопровождает, описание Дня Господня сопровождает вот эти вот еще и геологические всякого рода потрясения. «Шатается земля, как пьяный, землетрясение, и качается, как колыбель». Параллель, синонимический параллелизм. Пьяный с колыбелью стоят в параллелизме и беззаконию тяготеет на ней, она упадет и уже не встанет. Качают колыбель, пьяный качается, когда выпил. Вот так же будет качаться земля и будут падать от этой качки все жители земли. «И будет в тот день, айом-гагу, это день Господень, посетит Господь воинство высприннее на высоте и царей земных на земле». Воинство высприннее, скорее всего, имеется в виду свита Господня, ангелы, цари земные на земле, это те, кто владеют землей, правители земли, начальники наши с вами. «И будут собраны они вместе, как узники, в ров, и будут заключены в темницу, и после многих дней будут наказаны». Параллель можно усмотреть в книге «Апокалипсис» Иоанна, где тоже говорится о том, что сатана, ангелы злые и люди, бывшие в их власти, будут заключены в темницу. «И покраснеет луна и устыдится солнце, когда Господь Савов воцарится на горе Сионе в Иерусалиме, и предстарейшинами его будет слава. Заканчивается все воцарением Господа на Сионе, гора Сион в Иерусалиме, гора Господня, во Святом Граде, и Иерусалиме. Там будет центр мира и там будет столица единая уже для всех, для всего мира, для всех народов, для всей земли. Оттуда выйдет закон, туда стекутся народы, чтобы учиться закону Господню. 23 стих, заключительный стих этой 24 главы Исаии, конечно же, перекликается с началом второй главы пророка, где говорится о новом мире, о том, что перекуют народы мечи на орала, не будут более учиться войне, и с Сиона и из Иерусалима выйдет закон Господень, к которому подчинятся уже все народы. И божественное правление будет над всей землей, это будет новый мир, будет Царство Божие. Кто эти старейшины, которыми заканчивается здесь глава, предстарейшинами будет слава, слава Господня, будет предстарейшинами. Видимо, здесь имеются в виду не люди, не пресвитеры и не сгним иудейские, а имеются в виду здесь, скорее всего, тоже ангелы. Вот жанр апокалипсиса предполагает постоянное присутствие ангелов в апокалиптических рассказах. Так заканчивается 24 глава Иса, и дальше в 25 главе тема продолжается, апокалиптическая тема, но мне хотелось бы напоследок обратить внимание на 10 стих этой главы, еще раз его прочитать, «Разрушен опустевший город», сказано в первой половине этого стиха, в первом полустишии, «Разрушен опустевший город». О каком городе идет речь? Может быть, речь идет о Вавилоне, который царь Ксеркс разрушил в 485 году. Может быть, речь идет о Тире, который разрушил Александр в 332 году до нашей эры. или о Шамроне, как некоторые комментаторы предполагают. Это уже второй век до нашей эры. Нет и нет. Здесь, скорее всего, речь идет о городе вообще, о граде, о человеческой цивилизации, как цивилизации богопротивной, противящейся Богу, гордом, о человеческом городе, возвышающем свои небоскребы, как Бурж-Халиф, например, в Эмиратах или Москау-Сити здесь у нас в Москве, или в Шанхайский небоскреб яркие такие вот образы, картины строительства новой, что ли, Вавилонской башни. Но если сказать в целом о всей человеческой цивилизации, то здесь этот город не идентифицирован, он никак не назван. Речь, скорее всего, идет о всей нашей вообще человеческой, в настоящее время именно городской по большей части цивилизации, потому что уже почти все люди живут в городах, так вот этот город будет опустевшим и разрушенным, то есть наша человеческая цивилизация. Дальше Ишайя 25 будет продолжаться эта тема, эсхатологическая тема о разрушении нашего города, разрушении нашего мира, о суде Божьем, глобальном, грядущем, неотвратимом. Ну и, наконец, о новом царстве добра и справедливости, царстве Божьем, которого мы все, христиане, являемся уже сейчас гражданами, хотя живем совсем в других царствах-государствах, но мы подданные царя царей и граждане небесного Иерусалима. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова